Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже обсуждает участие северокорейских войск в войне против Украины на стороне России. В телефонном разговоре с президентом Республики Корея стороны выразили обеспокоенность вопросами безопасности и ситуации в Украине. Об этом сообщает информационное агентство Yonhub. Они обсудили ситуацию в Северной Корее, включая последние ядерные разработки, запуски ракет и размещение войск в России и выразили свою озабоченность по этим вопросам безопасности и срочности ситуации в Украине. Ким Техе, первый заместитель советника президента Южной Кореи по национальной безопасности. Из сообщения Yonhub News Agency. О первых боевых столкновениях ВСУ и войск КНДР в Курской области ранее заявляли министр обороны Украины Рустем Умеров, а также некоторые политики из США и других стран. Северокорейские военные очень слабы физически из-за недоедания. Всё обмундированием выдаёт российское командование. За солдатами из КНДР пристально следят, чтобы те не дезертировали. Для россиян главная цель – использовать войска КНДР в качестве живого щита, говорят эксперты. Они ставят их в другой эшелон обороны. Таким образом, освобождая в моменте определённое количество русских солдат, с которых делают штурмовые группы и направляют на то направление, которое есть для врага приоритетное. Военных КНДР будут постепенно вводить в бои в рамках обучения реальной войне, чтобы потом именно северокорейские военные могли заменить россиян на определённых направлениях. Основная их задача – участвовать в так называемом российском наступлении на Суджу. Сейчас северокорейские солдаты распределяются между российскими подразделениями. Они находятся в российской форме, непосредственно с российским оружием, в разных подразделениях на Суджинском направлении. И российские офицеры учат КНДРовских офицеров и военных в режиме реальной войны на боевых позициях воевать. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО. В интервью изданию «Донбасс Реалии». Более 75% территории, контролируемой ВСУ с начала операции в Курской области, всё ещё остаётся под их контролем, включая важные логистические объекты. Российская армия понесла значительные потери за время Курской операции, что продолжает сковывать её ресурсы в регионе. Военные эксперты считают, что слухи о выходе ВСУ из Курской области недостоверны и необоснованы. Планы Генерального штаба ВСУ по продолжению или завершению операции остаются неизвестными, но текущая ситуация не требует немедленного выхода украинской армии. Рассматривается ли такой вариант в Генеральном штабе ВСУ? Более чем уверен, что да, потому как рассматриваются все сценарии. Причём этот был в числе тех, что лежали на столе ещё в августе. Это нормально, это часть планирования любой операции. Понимать не только то, как заходить, но и как выходить из зоны оперирования. Решение привлечь войска Северной Кореи в войне против Украины сыграет против Путина, уверены аналитики. Эти солдаты существенно на ситуацию на фронте не повлияют. Одновременно с этим у Южной Кореи появляется повод полноценно начать помогать Украине. В Сеуле уже думают об усилении помощи Киеву, сообщают аналитики Института изучения войны. Субтитры создавал DimaTorzok